В Советском Союзе были очень популярны мотороллеры. Одним из производителей этой техники был Тульский машиностроительный завод. Тулица – так называли новую модель, появившуюся в январе 1978 года. Этот экземпляр выпущен в 79-м, в год спартакиады молодежи и студентов, на которой проходили обкатку объекты Олимпиады 80. В этот период отечественная промышленность работала с особым качеством, чтобы показать загнивающему капитализму, кто есть кто. Фактически, Тулица была модернизацией предшествующей Тулы «Турист-М». Внешних отличий было немного. Слева на капоте появились щели воздухозаборника. На нашем мотороллере стоит ветровой щиток со стеклом. Вроде бы их серийно не устанавливали, но эту нужную вещь выпускали там же, в Туле, и продавали как опцию. Под капотом 14-сильный 200-кубовый двухтактный двигатель принудительного воздушного охлаждения. Иди на стартер, который одновременно был генератором и стартером. Двигатель получил новую трехканальную продувку и алюминиевую рубашку цилиндра, что повысило мощность на 2 лошадиные силы. Расход топлива после модернизации составил 4,5 литра на 100 километров, что неплохо даже по современным меркам. Правда, максимальная скорость была всего 100 километров в час. 12-литровый бензобак находится под сиденьем. В него заливается двухтактная смесь, состоящая из 76-го бензина и масла. Поворотом ключа запускает Диностартер. Двухтактный мотор по звуку выхлопа напоминает четырехтактный. Малооборотистый и неспешный. Он хорош именно своей неторопливостью и великолепной тягой на любых оборотах. Передача включается четко. Поймать нейтраль помогает световой индикатор на приборном щитке. Мне по душе дружелюбный характер Турицы. Сегодня такая техника хороша и в городе, и на даче. Не думаю, что иностранных гостей Олимпиады 80 поразили эти мотороллеры. Скорее всего, их даже не заметили. Но для многих советских граждан именно они стали первым личным транспортом. Тольский машиностроительный завод несколько лет назад прекратил выпуск мотороллеров. А они до сих пор пользуются спросом на вторичном рынке.